Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Вот такой вопрос поступил от одного из наших зрителей. Мог ли Ирод не убивать Иоанна? У Матвеев, 14 главе, описана история. Давайте я прочитаю 14 глава с 3 стиха, а потом передам вопрос. Ирод, это не Ирод Великий, а его сын Ирод Антипа, взяв Иоанна, крестителя, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должен тебе иметь ее. Ну, он женился на женщине, которая прежде была женой его брата Филиппа, сводного, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его, Иоанна, крестителя, и почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочери Ироды, плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Представляем себе этот веселый праздник, да, и он уже выпил, наверное, хорошо, поэтому проси, чего хочешь. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Я опечалился царь, но ради клятвы, излежащих с ним, повелел дать ей и послал отече Иоанну голову в темнице. И послали голову его на блюде и дали девице, она отнесла матери своей. Синодальный перевод, Евангелие от Матфея, 14 глава. Ну и вот наш зритель спрашивает, была ли возможность Ироды Антипа сохранить свой авторитет в глазах генералов и чиновников, не отдав приказ на убийство Иоанна. Ну, конечно, альтернативная история, увлекательный жанр, но всегда чисто спекулятивный. Мы не знаем, что было бы, если бы было так или иначе, да, поэтому однозначного ответа я, наверное, не дам. Но смотрите, как это выглядит. Ироды Антипа, в общем, человек, кажется, не то чтобы очень сильно злой, да, вот не то, что он, как его отец, кстати, Ирод Великий, стремится убить как можно больше людей, которые ему не симпатичны. Про него такого, кажется, не скажем. Но, во-первых, почему он сажает Иоанна в темницу? Ну, потому что тот подрывает его авторитет, говорит о незаконном браке, который совершает Ироды Антипа, а поскольку он, в общем-то, правитель, ну, условно, царь здесь, наверное, не очень живо местно, но тетрарх, один из правителей израильского народа, то с него особый спрос. Вот если бы это была какая-то частная история, кто-то там в деревне где-то там, ну, это ваше дело, и там вы перед Богом за это ответите. А если это делается у всех на виду, если это, собственно говоря, официальная первая пара, да, то она должна быть безупречной. Поэтому, когда Иоанн это публично порицает, то, в общем-то, приходится как-то его изолировать. И Матфей даже пишет, хотел убить его, но боялся народа. То есть такое желание, с одной стороны, заткнуть ему рот, с другой стороны, ну, не прослыть убийцей пророка, да. Как видим, он пытается сначала сохранить свой авторитет и при этом не казнить Иоанна. Ну, и дальше дочь Иродиады, она, наверное, такая красивая девочка-подросток, которая пляшет, и, видимо, Ирод очень как-то проникся этой пляской, обещала ей все что угодно, и девочка, не зная, что бы ей такое попросить, спрашивает у мамы, а мама говорит, голову Иоанна Крестителя. Ну, вот Иродиада действительно явно всерьез обиделась тем, на то, что Иоанн обличает их брак, с одной стороны, с другой стороны. Это же тоже способ доминировать, да. Вот это все про власть и авторитет. Вот пойдет ли царь ей навстречу, выполнит ли он просьбу, которую он явно не хотел бы выполнять, не хотел бы он убивать Иоанна в другой ситуации, но здесь она его ловит вот на этом, на слабо, да. Вот ты пацан или нет, ты обещал дать все что угодно. Золото бы дал, да, там, украшения, дворец бы построил новый. А вот отсечь голову Иоанна Крестителю слабой или нет? И, наверное, авторитет с точки зрения вот такого пацанского авторитета, да, он бы потерял в глазах своей супруги, в глазах своего окружения. Авторитет в качестве царя, ну, наверное, он потерял именно после того, как он дал этот приказ, по крайней мере, в дальней исторической перспективе. Вот, ну, а что касается альтернативной истории, как бы мы с вами поступили на месте Иоанна Крестителю слабо, если бы у нас была такая ситуация? Ну, наверное, каждый может подумать самостоятельно, и, конечно, Иоанна Крестителю слабо, и, конечно, Иоанна Крестителю слабо, мы все облечим очень легко, а в нашей с вами жизни мы делаем вещи, которые нас заставляют делать, взяв нас слабо. Ты что, не мужик? Ты что, не можешь? И мы делаем иногда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...